МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Екатерина Ивановна Зеленко. Екатерина Зеленко, волевая и бесстрашная лётчица, не терявшая выдержки в самой трудной обстановке Великой Отечественной войны. Она родилась 14 сентября 1916 года в селе Корощин Ровенской области. Окончила 7 классов неполной средней школы в городе Курске, а затем в 1933 году авиационный техникум и Воронежский аэроклуб. По комсомольской путёвке она была направлена в 3-ю Оренбургскую военную авиационную школу пилотов и лётчиков-наблюдателей имени Ворошилова. Осенью 1934 года Зеленко с отличием окончила авиашколу и была направлена в 19-ю лёгкобомбардировочную авиабригаду. Наряду со службой она испытывала самолёты и авиационное оборудование. За 4 года освоила 7 типов лётных машин. Зимой 1939-1940 годов она участвовала в Советско-финской войне. Единственная девушка-лётчик на самолёте РЗ совершала разведывательные полёты в тыл противника и бомбила вражеские объекты. Вот что писала Екатерина Зеленко её командир, полковник Николай Команин. Волевые качества развиты хорошо, энергично, решительно. Личная огневая подготовка хорошая. Достойно присвоения воинского звания старший лейтенант. С началом Великой Отечественной войны 135-й бомбардировочный авиационный полк, в котором служила 24-летняя лётчица, базировался близ Полтавы. В один из июльских дней 1941 года полковник Янсен поставил командиру звена Зеленко задачу разгромить колонну немецких танков и автомашин в районе города Пропойска. Спустя некоторое время группа бомбардировщиков Су-2 приблизилась к указанному месту и обнаружила цель. Вражеская техника двигалась по дороге на восток. Маневрируя среди дыма и огня, наши самолёты вышли на боевой курс. Путь им прокладывала лётная машина, которую вела Зеленко. По её сигналу все начали бомбёжку. На земле возникли яркие вспышки разрывов. Загорелись танки, автомашины, цистерны. Выполнив задание, группа лётчиков без потерь возвратилась на аэродром. Фотоконтроль подтвердил точность массированного удара. Пилоты вывели из строя 45 танков. 20 автомашин с пехотой и боеприпасами. До батальона солдат противника и без потерь вернулись назад. От полёта к полёту росло мастерство и боевой опыт Екатерины Зеленко. Она уверенно выполняла любые боевые задания, как днём, так и ночью. В августе 41-го года группа самолётов, возглавляемая храброй лётчицей, атаковала скопление вражеских войск в районе Быхова. Немецкие позиции прикрывали несколько зенитных батарей. Погода была неблагоприятная. Но ничто не помешало нашим пилотам успешно выполнить поставленную задачу. Враг потерял много живой силы и боевой техники. За период своего участия в Великой Отечественной войне заместитель командира 5-й эскадрильи 6-й армии военно-воздушных сил старший лейтенант Екатерина Зеленко совершила 40 боевых вылетов, в том числе ночью. Участвовала в 12-ти воздушных схватках с остребителями противника. 12 сентября 41-го года лётчица совершила два разведывательных вылета. Во втором её Су-2 был повреждён. Днём поступило сообщение о том, что немецкие танки прорвали фронт. Нужно было срочно обследовать обстановку в районе города Нежин, что и сделал лётный экипаж капитана Анатолия Пушкина. Вернувшись из полёта, офицер сообщил, что танковые колонны врага стягиваются к лохвицам. Нанести бы массированный бомбовый удар, да отсутствовали истребители прикрытия, как часто бывало в трудном 41-м году. Тогда Зеленко упросило командование отправить её на задание в машине заместителя командира полка Пушкина. Она вылетела в паре с экипажем капитана Лебедева. В районе города Ромный их атаковали семь вражеских истребителей Мессершмитт-109. Наши лётчики приняли неравный воздушный бой, но в облаках потеряли друг друга. Вскоре самолёт Лебедева был подбит, и он вышел из боя. Зеленко осталась одна против семи немецких хищников Люфтваффы, которые взяли её лётную машину в кольцо. Когда один из Мессеров заслонил смотровое стекло, она нажала гашетку. Самолёт противника загорелся и стал падать. Уничтожив одного Мессера, отважная лётчица вошла в вираж и стала стрелять по другой вражеской машине. Её Су-2 был подбит. Но Зеленко продолжала вести бой, хотя запас патронов уже иссяк. У неё был шанс выпрыгнуть с парашютом. Внизу находились наши, но лётчица предпочла сражаться до конца. Она вышла на курс атаковавшего её врага и повела свой бомбардировщик на сближение, повела со скоростью пикирования, не отклоняясь от курса ни на градус. И вот её тяжёлая машина врезалась в узкое, ускользающее тело Мессера и проломила его. Жители села Анастасиевка молча следили, как обломки двух самолётов медленно расходились в осеннем небе и падали вниз на пустые поля и золотисто-багряный лес. За свой подвиг в декабре 1941 года Зеленко посмертно была награждена орденом Ленина. После войны её останки были перевезены в город Курск. 5 мая 1990 года указом президента СССР ей было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Екатерина Зеленко – первая женщина-лётчик в истории авиации, совершившая таран вражеского самолёта. Редактор субтитров А.Семкин